друзья всем привет сегодня понедельник я еду в стаханов по просьбе одного из моих из наших подписчиков но он просил парень короче до начала наших вот этих всех действий пропала связь с родственниками это его тетя в стаханове живет но не в снею в самом центре об как говорится как подстаханова вот чтобы разузнать найти ее разузнать жива она или нет то ли номер телефона она изменила то ли что-то со связью ну короче они за эти вот несколько лет но не могли никак созвониться ну а заодно думала сейчас зайду в магазин и посмотрю если у нас наличие там вентиляторы ну маленький для компьютера как раз что не работал вентилятор треуголочку этот стоячок думаю посмотрю если ну пройдусь по рынку посмотрю если что-то в наличии подписчика звать и сергей я думаю он не обидится что я назвала его имя он на проезд все или денежку переслал на карточку потому что там до стахановая на автобусе доехала а там уже только на такси потому что я сам стахана вообще не знаю тем более окраины это для меня темный лес поэтому пришлось ехать на такси все я уже в стаханове небольшой такой морозец но нормальненько думаю сейчас зайду как я говорила сначала на рынок посмотрю тут на окраине какие магазинчики у нас есть насчет вентилятора все короче я подошла а тут у нас все закрыто я потом вспомнила что это все таки понедельник рынок у нас по понедельникам не работает посмотрела на ворота и все ни людей никого ни продавцов не покупателей но ничего самое главное что мне нужно найти человека а это уже как говорится иду искать такси кругом здесь не было только вот здесь стояла смотрю стояла одна машина ну думаю подойду подписчик вниз ну сергей сказал там улицы такие за коррючками поэтому лучше найти таксиста которые возрасте и знает эту местность и может сразу найти ну у меня выбора здесь не было стояла машина ну мы не ищем легких путей подошла там был парень но я сначала у него спросила вы сможете найти такую улицу я не поняла сначала он разворачивается открывает машину берет бумажку блокнотик ручку и пишет мне куда вам надо я поняла что парень глухонемой ну я на бумажечке написала ему куда мне надо он так развел руками что типа не знает но я думала идти где-то искать другой такси или подождать и он тут подбежал к водителю как раз ехал вот на ирмина в этот район чтоб он ну объяснил примерно где ну водитель так объяснила это вы на автобус не хотите руда там потом я буду ходить блукать то ли на машине подъехать ну и во сколько он там автобус будет ехать ну короче парень говорит садись я довезу ну во первых я и хотела чтобы парень все-таки жарю глухонемой и работает чтобы он и заработал стоит один понедельник клиентов наверное мало поэтому мы поехали с ним ну а он оказался такой знаете веселый парень хоть и молчит но он вот жестами все вот он рассказывал показывал я же снимаю он показывает что я на камеру снимаю что хорошо палец вверх показывать но знаете я уже привыкла что с димой общаюсь что он молчит и мне как-то было как будто бы мы с ним разговариваем во время езды я уже не стала ничего озвучивать ну как-то неудобно еду сама собой как бы разговариваю если он хотя бы слышал а так как-то я посчитала неприлично и думаю лучше я потом дома все это озвучу так что вот едем может кто-то нас из таханова смотрят есть там у нас подписчики посмотрят еще разочек я думала это застаханова далеко конечно поэтому переживала это я утром поехала мое мало ли что хотя бы до вечера ну до обеда так вот вернуться но я сначала посмотрела по карте в интернете где это примерно находится да я в телефоне у меня я сделала несколько фоток я ему показала положение какие улицы рядом ну где что находится сергей подписчик он примерно рассказал как можно доехать у меня всю дорогу парнишка показывал что не переживай но я так поняла что все нормально найдем даже он и не знает где-то найдем не переживай поэтому я ехала спокойно мы тут немножечко здесь нужно было и фуршет поворачивать сразу по моему фуршет магазин или нет забыла как-то на фэну полно по-другому извиняюсь забыла на как называется но мы немножечко проехали его он здесь сам остановился вышел из машины расспросил я тут еще у него спросила можно ли его снять на камеру он так радостно согласился вообще такой парень веселые то я же варю всю дорогу мы с ним тут сколько ездили искали кружляли вот немножечко мы развернулись вернуться надо ну и все равно если мы чуть дальше проехали завернули этот дом окажется практически над самой дорогой находится но я еще релом они ищем легких путей написано улица какая нам нужно и нумерация пошла но так как здесь буква изю эти улицы дорога будет мы наверное минут 30 а то и больше наверное мотались искали ну сейчас на рак под музычку вы немножечко поездите с нами дорога ужасно это хорошо немножечко было подморожено если была грязь то и так вот сейчас я я я я я я я я я Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он сказал, что уже созвонились они Все поговорили, я очень рада, знаете, так приятно такое чувство Сказала, если что-то нужно, то я попробую еще сделать Ну, Сергей сказал, что по возможности он снимет видео, ну, своих родных людей И я чтоб ей отвезла, показала по телефону И сняла ее, как она живет, ну, вообще с ней поговорите, чтобы... Именно на экране, потому что так больше они пообщаться пока не могут У женщин нет ни компьютера, ни интернета Ну, только там у соседки есть Ну, это уже как получится Так что, все, всем пока!